всем привет всем привет среду в среду у нас продолжается кубок россии никому не нужный турнир извращенный турнир вот но но продолжается групповой этап и под наблюдением у нас матч между факелами зенит матч который нихуя не значит в турнирном раскладе потому что ну на давайте говорить прямо что спартак скорее всего займет первое место общеника неважно как там зенит сыграет с факелом да вот а зенит скорее всего займет второе место почему так то я немного раскладываем расскажу вот вот тернирная таблица спартака 12 очков на 6 очков от спартака отстает крылья и зенит в общем то если факт если зенит выиграют у факела 119 очков а если в самаре крылья проигрывать спартаку то у спартака становится 15 очков а у крылья остается 6 вот в общем то скорее всего при таком раскладе у зенита будет больше очков чем у крыльев или нет останется на втором месте последний матч между спартаком и зенитом уже проходит никакой турнирной то нет турнира цели не будет иметь вот поэтому в принципе принципе даже если крылья играет ничью со спартаком не то что проигрывает не то что не проигрывает то это все равно не иметь никакого значения потому что даже ничья оставляет крылья на третьем месте другое дело стоит допустим если зенит проигрывать дома спартаку последнем матче до крылья выигрывает у факела возможно крылья становится на втором месте но вероятность это нулевая вероятность 90 процентов будет такая такой расклад что на первом месте будет спартак на втором месте зенит на третьем месте крылья четвертом месте факел и все это все понимают принципе расклада в таблице очень очень понятие вот но матч проводить надо и сейчас в воронеже будет матч между факелом и зенитом а повторяю никому не нужный матч я думаю бразильцы уже все на пляже думаю это пляже по крайней мере вот и как это сейчас будет какая погода будет в воронеже я не знаю потому что в питере сегодня выпал снег охуенно снег а вот и как там они будут играть если в воронеже тоже снег будет я не знаю я думаю что в этом не совершенно не значит матчи то зенит выставить второй состав мне кажется бразильцы нахуй нужны вот поэтому или по крайней мере резервный состав по полу резервный состав зенит выставить поэтому какой-либо рвение у зенита я думаю не будет большого уровень чистякова не расскажешь выпустят за его выпустят поиграть да вот поэтому поэтому не надо надеяться там зенит будет рвать и метать бразильцы скорее всего играть не будет ну зачем им травм получать сейчас борис на чемпионат мира по-моему есть да или нет ладно вот такие расклады в общем-то матч никому не нужны и скорее всего там будет отбывать номер и та и другая команда ну факел будет пытаться там доказать что они охуенная команда а вот зенит его принципе этот матч проходной и у зенита принципе единственный матч остался это матч со спартаком на кубок россии принципиальный матч там неважно там какая турнирная турнира склада кстати еще зенит сыграть сервис района звезда между этим двумя матчами если кто не знает товарищеский матч в питере а вот так что вот такие расклады что что какую ставку какой прогноз сделать меня на этот матч очень простой прогноз обе забьют за коэффициент 1 9 вот почему такой прогноз ну гол зенит я думаю не надо никому объяснять все равно не как-нибудь запуляют вода занесут даже там вторым составом а вот гол факела будет ли он я думаю будет я думаю будет там это будет не основной состав факел всегда забивает у себя дома всем команда заливает я думаю зенит они тоже забьют матч рпл который проходил в воронеже они сыграли 11 вот я думаю факел забьет поэтому обе забьют это оптимальная ставка на этот матч прогноз сделал букмекист который батить и регистрируйтесь по моей ссылке которых в первом комментарии к этому ролику и получать фрибэть 10 тысяч рублей но обязательно по полный счет на какую-то сумму вот поэтому во первых переходим по моей ссылочке ведемся быть бет сити получаем фрибэть после этого ставим на обе забьют после этого сделаем экспресс с коэффициентом 1000 выводим бабки с бет сити покупаем квартиру майами записали план вперед выполнять в общем то ребят в этом нихуя не значится матч я думаю что обе забьют наиболее оптимальная на мой взгляд ставка смотрим ждем а я надеюсь что зенит все-таки выиграть в этом матче всем пока